Музыка Вытягивать ноты это еще не значит петь настоящий джаз. Главное афроамериканский фольклор. Музыка 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 Если говорить кратко, возьмем родителей, которые музыканты, которые содержат в себе разные уже культуры, это армяне, крымские, татары. Потом я поступаю в училище, это ко мне приходит классика, и тут же я увлекаюсь сильно джазом. Потом я иду в консерваторию, где я увлекаюсь очень сильно классикой, и также продолжаю заниматься джазом. Грубо говоря, каждая из этих частичек на протяжении всей моей жизни мне очень помогает. При этом я не боюсь учиться. Шеймс Браун, это была и Элла Фитчер, это был Билли Холидер, это Франклин. Имена, которые, может быть, не скажут о многом большинству, но это музыканты, на которых формируется вообще вкус. Бешеная энергетика и сумасшедший джаз-вокал. Она просто другая. Впервые Джамала порвала всех на конкурсе «Новая волна-2009». Даже Примадонна аплодировала стоя. Уже год Джамала продолжает апатировать, завораживает эмбральными красками голоса. Стихийная и импульсивная. Украинская дива крымско-татарского происхождения. Клипы, мюзиклы, шоу, гастроли и якобы никакой личной жизни. После триумфальной победы кует пока горячо. У нас 40 человек было на курсе. И, конечно же, все мечтали попасть в Одесский театр, в Киевский театр. А кому повезет, стоит за границу. Конечно же, все мечтали быть целистами украинских театров. Вот благодаря всему этому миксу, на протяжении всей моей учебы в консерватории, я не бросала джаз. Хотя за это меня ругали, говорили, что это невозможно совмещать, это надо... на двух струлях не усидишь. И так далее и тому подобное. Но те 40 человек, которые были за спиной, выйдя с класса, да, мы называли их классными курсами от слова класс. Потому что они все пять лет пропели в классе. Их никто не видел. Я же с первого курса, тихую, участвовала в всяких сейшенах, ездила на всякие джазовые фестивали. Когда я заканчиваю консерваторию, меня уже все знают. Вот, ну, определенный круг музыкантов уже знает меня. Мне нравится, что я... Широко открытый рот, немного безумные глаза, футуристические прически. Невероятная геометрия наряда и обуви. Очень экстравагантные наряды и очень высокая обувь. На сцене Джамала двигается с особой манерностью. Иногда просто подергивается. О чем она поет, не разобрать. Органично в своей диковатой уникальности. Планирует и дальше ломать стереотипы в эстраде. Умеет преподнести себя публике, но пока только на сцене. На телевизионную камеру лишь учится работать. Я не думаю, что американцам есть смысл не врать, потому что я для них человек просто с постсоветского пространства. Который впервые, впервые за всю историю существования заинтересовал их. Они говорили, нам неинтересно было, что вы производите вообще, как бы это не звучала группа. И вдруг мы слышим девочку в YouTube. И меня нашли через YouTube. Когда мы начали писать песню вместе с Вольтером, который работал, который получил Grammy за альбом Mariah Carey, который получил Grammy за песню My Heart will go off, который делает альбомы Baby Face, делал последнюю песню Michael Jackson. И потом мы заходили на студию, я начинаю вести мелодию там. Я начинаю плять, и потом куда-то в какую-то другую гармонию ухожу. Он такой, подожди, я за тобой не успеваю. Нет в музыке возраста, нет, есть профессионалы или непрофессионалы. Когда выходит на сцену маленький ребенок, 8 лет, и говорят, ой, ну он же маленький. Но если он не поет, это не... Но это, если он вышел на сцену, на профессиональную сцену, там нет возраста. Это жестокая искусство. Да, у меня есть 4 октавы, но я не кичусь этим. А если попадаешь в этот конкурс, ты должен соблюдать правила. Это ванеж с типичной воды, это все фортуна, это все какое-то шоу. Сегодня он попал глазами в камеру каким-то женщинам, которые ждали этих юных глаз. О, Боже, все, он победил. Я не могу позволить тебе быть разыгранным. Неважно, что ты поешь, важно как, доказано Джамалой. Фееричность все еще присуща любому ее появлению на сцене. Главное, чтобы стремительный взлет не превратился в сиюминутную славу. Удержать джазовую корону – вот ведь нелегкая задача. Интересно, добавит ли Джамала себе попсовости ради известности в массах? Пока певица осталась верна лишь своей обуви. Продюсера уже поменяла на нового, побогаче. Глядишь, и личная жизнь наладится. Чертовка. Иногда, ну крайне редко мне бывает, хочется вот побыть одной. Вот прям вот одной, одной. Наверное, я все-таки беру за основу мысль. Лучше быть одной, потому что с кем попало. Мне нравится, когда люди одеваются ярко, они боятся этого. Я не боюсь петь Одессе, почему? Потому что сколько раз у меня было здесь концертов, и все были довольно успешные и довольно, как бы сказать, вот прям чувствительные. Вот я прям чувствую, как они хотят, чтобы я отдавала эту песню. Они уже ее любят, я еще не начинала ее петь. Наверное, это солнце, наверное, это солнце, наверное, это что-то здесь в воздухе. Потому что люди здесь более открытые. Потому что я сама южанка, я, конечно, из Крыма, да, и я знаю, что такое люди с морем. О, визула этих любителей прикоснуться к великому джазу. Главное, грязными нотами не испачкать. Душой надо петь, душой. До новых сейшенов на G-T-V. Редактор субтитров А.Семкин